Данное видео не претендует на историческую достоверность. Хайродин стремительно приближался к Симнану. Весть о смерти Джебена Йона подбадривала войска. Всем казалось, что захват полупустого замка не доставит хлопот. Но в ночь на 27 мая разведчики доложили шаху о монгольской армии между Канжикалой и Гарганом, командовав монгольскими войсками Субэдэй. Субэдэй. Один из опытнейших полководцев монгольской армии. Участвовал в китайском походе вместе с Джебена Йоном. После проведения Курултая выдвинулся из Ургенча со свежими силами для замены армии Джебена фронте. Задача Хайродина заключалась в быстром захвате Симнана. По его расчетам, монголы должны были прибыть через два месяца после начала осады. Однако Субэдэй, взбешен убийством Джебена Йона, не жалел своих воинов и оказался у Симнана спустя 20 дней после прибытия армии Хорезма. Монгольские войска были сильно измотаны продолжительным маршем, а сам Субэдэй не спал двое суток. Он стремился как можно скорее расправиться с Хайроддином, и ему не терпелось добраться до Симнана. Перед Шахом Хорезма встал непростой вопрос. Что делать? Захватить замок и держать оборону, или дать бой в чистом поле? Последние дни он много читал и слушал о действиях Субэдэя во время китайского похода. В отличие от Джебея, который командовал армией с помощью гонцов и посыльных, Субэдэй всегда был на острие атаки, лично вдохновляя своих воинов. Его гвардия наводила ужас на вражеские войска, а сам он вселял страх в сердца даже собственных воинов. Хайроддин догадывался о усталости войск Субэдэя, но несмотря на это, монголы оставались опасными противниками. Шах понимал, что ему необходимо затянуть бой и не дать монголам приблизиться к стрелкам. Главная сила монгольских войск заключалась в их военачальнике. Даже если монголы потеряют 90% своей армии, они будут драться до конца, пока жив Субэдэй. Хайроддин решил снять осаду и провести сражение в поле. Перспектива быть осажденным в полуразрушенном замке без провизии не прельщала. Более того, монголы всегда могли подвести подкрепление. 18 июня 1235 года состоялась вторая битва под Симнаном. В первую очередь, воинам харизма необходимо было занять высоту и не дать осажденному гарнизону добраться до лучников. Для противодействия вылазке из Симнана, Шах выделил отряд бронированных копейщиков и конных гулямов. В это время стрелки спешили занять свои позиции, а турецкие наемники отправились на перехват монгольской разведки. Позади лучников Хайроддин оставил тяжелую пехоту. Если монголы пойдут в атаку, гулямам предстояло принять на себя удар. Основная монгольская армия не торопилась и лишь нащупывала бреши в обороне харизма. Субэдэй никак не мог решить, с какой стороны лучше атаковать. Хайроддин опасался, что монголы пойдут на пролом. Несмотря на численные преимущества харизма, монголы отличались лучшей защитой и оружием. Между лучниками двух армий завязалась яростная перестрелка. К середине боя Субэдэй осознал, что оно будет длиться до бесконечности, и Шах пытается изнурить его войска. Монгольский военачальник отправил всю тяжелую кавалерию в лобовую атаку. Хайроддин прекрасно видел, как монгольская конница беспрепятственно прорывается сквозь ряды лучников. Если дать им еще немного времени, армия харизма побежит. Единственным шансом на победу было убийство Субэдэя, и Шах выискивал монгольского военачальника. Субэдэй держался чуть позади основных сил, раздавая приказы своим воинам. Когда он отдалился от эпицентра боя для оценки ситуации, Хайроддин пошел в атаку и окружил его гвардию. Но монгол и не думал убегать, оказывая яростное сопротивление. Субэдэй был настолько плотно окружен конницей харизма, что армия потеряла его из виду и получила ложный приказ о подступлении. Субэдэй сражался как лев, пойманный в капкан, и пытался вырваться из окружения. Однако Хайроддин не собирался упускать своего шанса и продолжил преследование. После 10 минут неистовой схватки Субэдэй был убит. Весть о смерти военачальника молнией пролетела среди монгол, и армия обратилась в бегство. Шах понимал, что надо ковать пока горячо, и ни в коем случае не дать монголам опомниться. Он бросил все свои силы на контратаку и захват пленных. Монголы были разгромлены. Это была первая и очень важная победа над монголами, и одержал ее уже не мальчишка, а опытный и хитрый правитель. Текст читал Артур Диодант Художник Максим Пирогов Выражаю благодарность за поддержку проекта Самир Заорур Артем Азимов Том Кей Майк Мишаров Федор Шухов Однако Субэ Дэй, сбешенный убийством Джибена Йона, не жалел своих воинов, и оказался у Симнана спустя 3-6-6-7-6-8-6-7-6-7-6-7-7-7-8-7-8-8-7-6-7-8-7-8-7-8-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-9-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- Спустя 20 дней после прибытия армии Харьезма... Ой, бля, кому-ка... Командовал монгольскими войсками Субэ Дэй. Субэ Дэй, Субэ Дэй, Субэ Дэй, Субэ Дэй, Субэ Дэй, Субэ Дэй, Субэ Дэй... Субэ Дэй... Субэ...